Школа спортивной акробатики в Старом Городке в очередной раз прославила Одинцовский район, навсегда вписав его в историю европейских игр. Андрей Иванов вручил спортсменам и тренерам благодарственные грамоты, а те, в свою очередь, передали ему памятную медаль игр от Российского Олимпийского комитета. В беседе не раз прозвучала мысль о том, что местная власть готова всячески поддерживать своих чемпионов, оказывая им всестороннюю помощь. Например, предоставить для организации соревнований спортивный парк имени Ларисы Лазутиной. Может быть, за счет того, что у нас такие выдающиеся результаты и такие ребята, может быть, какой-то международный турнир здесь провести на базе Одинцовского района. Возможности у нас есть. Есть тот же волейбольный центр, есть наш АГУ, в котором прекрасный спортивный зал, и мы проводили там соревнования по дзюдо, например. Поэтому давайте вписывайте нас, включайте в эту активную работу. Вы для нас локомотив, конечно, движение, а мы будем рядом стоять, поддерживать. По словам спортсменов, они всегда ощущали хорошую моральную поддержку земляков. На играх царила атмосфера дружбы, а первыми руки нашим акробатам пожимали украинские коллеги. У Старогородковской школы спортивной акробатики огромный потенциал. У нас как бы очень сильная перспективная смешанная пара есть. Если, дай бог, здоровья будет, чтобы никаких травм не было, в 2018 году они должны попасть. Именно Владимир Гургенидзе придумал для чемпионов Европейских игр Георгия и Марины победную программу, включавшую уникальную связку из трех тройных сальто, которую до них еще никто не исполнял. Сегодня под руководством спортивной династии Гургенидзе в нашем районе тренируется несколько сотен ребят. Наверняка многие из них станут чемпионами, потому что у таких тренеров понятия неталантливого ученика просто отсутствует. Сами чемпионы, они распространяют вокруг себя атмосферу спортивных побед. У нас самая сильная школа в мире, наверное, одна из самых сильнейших школ. И мы не собираемся, мы не собираемся никуда уезжать, хотя зовут во все страны мира, мы будем ее расширять именно здесь. Мы этим занимаемся практически ежегодно. Каждый год становится на 50-100 спортсменов больше. И сборные ребят наших больше, 16 человек в сборной команде России с Одинцовского района. Естественно, я думаю, что дай бог, чтобы просуществовала здесь акробатика очень долго. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.